Душа Душа – это то, что мы вкладываем в других и находимся в других, ощущаем через других вечное наше состояние, еще будучи в этом мире, в этой жизни, в этом теле. И мы этим занимаемся, кстати говоря, в последнее время мы очень вплотную разбираем именно структуру души. Десять сфер – это душа, структура души, как ее собрать между собой, как ее оживить, чтобы эта структура души стала такой между собой, взаимно дополняющей от десяти, допустим, человек, которые сидят вместе и которые желают вместе создать такое взаимное отношение друг к другу, чтобы они растворились в этом, чтобы не был каждый из них как эгоист маленький, а чтобы все вышли из себя. Вот когда я выхожу из себя в эти девять своих товарищей, и каждый из них таким же образом между нами начинает сорганизовываться сеть связи между нами. И в этой сетке связи мы начинаем ощущать себя там находящимися. Вот это и есть потустороннее ощущение. Я в себе как эгоист, а вот я в них, когда вкладываюсь, я уже как альтруист. И вот это общее, то, что мы между собой создаем, желание, намерение, оно называется душа. Только сеть наших взаимоотношений на свойствах отдачи, она называется сосудом души, а то, что раскрывается в этом, раскрывается определенная форма высшего света, которая называется творец. Вот мы с вами и пришли к пониманию того, что, значит, десяток людей, которые собираются вместе, выходят из себя в относительно друг друга. Это длительная и очень непростая вообще методика выхода из себя относительно других в возлюбии ближнего, как себя. И там находят связь между собой, такую структуру связи, которая называется сосудом души. И у них одна душа на всех. И когда будут присоединяться к ним еще и еще люди, все равно это одна душа останется на всех. Может быть, не 10 человек, а 10 миллионов или 10 миллиардов. Все равно будет одна душа на всех. Так что вот и все, пожалуй. В этом надо находиться. Это надо искать. И это является нашей задачей.